Друзья, всем добрый день! Виртуальная студия Школы Здравого Смысла продолжает свою работу. Скажите, пожалуйста, много ли вы знаете людей, живущих ныне в России, о которых кроме вас еще знает весь мир? Кого вы сможете вспомнить, кроме президента нашей страны? Может быть, кого-нибудь из депутатов или из чиновников? Ну, вряд ли, чтобы их знал кто-то, кого-то из них, весь мир. Может быть, среди ученых, может быть, кого-то мы все вместе и вспомним. Среди людей искусства, ну, наверное, тоже. Не исключено, что среди спортсменов. Так вот, сегодня у нас в гостях человек, которого знает весь мир. Александр Горович, прошу. Дорогие слушатели Школы Здравого Смысла, большой праздник. У нас сегодня с вами, у нас по вашим многочисленным просьбам, по вашим многочисленным, скажем так, призывам, вот мы сегодня в гости пригласили к нам в виртуальную студию Виталия Владимировича Шундакова, которую, без слов, многие из вас знают. Виталий Владимирович, здравствуйте. Ну, мы с тобой на ты, Виталий, но я так для... Конечно, конечно. Не запусти, а корейки, не коммунисты. Обязательно нужно сказать, да. А дальше мы потом перейдем в формат непосредственного общения. Значит, друзья мои, в качестве преамбулы, буквально вот нашей сегодняшней встречи, когда мы обсуждали, ну, о чем мы все-таки будем говорить, вот мое личное огромное желание было все-таки услышать мнение вот настоящего русского человека, и я не боюсь этих слов, поскольку меня сложно обвинить в каком-то национализме русском, поскольку я не русский, да, в этом, в плане, скажем, что это свое этническое принадлежение. Тогда ты русский, если ты не русский. То есть человеком, который владеет и русскими кодами, он их знает. Не потому что он их знает. Он их знает на основе русского языка, он их знает на основе изучения наших культур, он их знает на основе своей повседневной жизни. Благодаря этому духу человек, скажем так, прошел через сложные испытания в своей жизни. Поэтому не зря возглавляет школу там практического выживания. Человек, который нес этот русский дух, напитывался другим, конечно, безусловно, дух, но этот русский дух нес по всему миру. Человек, который является гордостью нашей стороны, сейчас я говорю, это без лишних, скажем так, да, там, ну, без лестия, без всего. Виталий, в дополнительных для слушателей Школы Здравого Смысла презентациях уже не нуждаешься, Виталий. Вот мой вопрос все-таки, в которой участвуют, да, но вот сложная ситуация, сложное положение достаточно, да, там, но ведь мы русские, я могу себя так сказать, мы же русские выживали в гораздо более сложных, да, ситуациях, и из каждой ситуации выходили, не побоюсь этого слова, победителями, да, и каждый раз вроде бы обновленными и более совершенными, и при этом не теряли свои исконы каких-то вот этих вот черт, да, присущих нам это чувство справедливости, любви, взаимопомощи, коллективизма, общинности, вот все то, что у нас присутствовало, оно присутствует и до сих пор. Ну, на твой взгляд все-таки, что нам позволит преодолеть вот этот вот кризис, и что нас делает, опять-таки, еще лучше, еще сильнее и еще более такими самодостаточными? Спасибо, спасибо. Ну, еще раз здраво, будьте люди добрые. Я благодарю и моих коллег, друзей, единомышленников, и тех, кто нас слушает и смотрит, за интерес и доверие. Постараюсь всячески его оправдать. Вся сумма вопросов сегодняшнего дня, таких зловодневных, сводится, собственно говоря, к одному. Что происходит? Вот, знаете, пожалуй, это наиболее частый вопрос, который задают сегодня многие. И едва не ежедневно, вот я отвечаю на него вопрошающим СМИ, своим слушателям, зрителям, читателям, конечно же, по мере своего понимания и оценки происходящего. Вот если совсем кратко, настолько, насколько получится кратко, о совокупно происходящем мире, вот позвольте сегодня сказать, ну, пожалуй, лишь главное. И в этом главном единственное, о чем я не буду, не хотел бы говорить, так это о вирусе. Минимум по двум причинам. Поскольку, во-первых, не являюсь ни вирусологом, ни врачом любой другой специализации. Ну и, во-вторых, об этом сегодня говорят все, включая те, кто изъясняется лишь между наметиями и посредством мини. Так вот, что же происходит, друзья мои? А происходит очевидная, зримая, давно назревшая перезагрузка, обнуление, трансформация так называемого зацивилизованного в край мира. И вместе с этим происходит, естественно, вынужденная инвентаризация всех ценностей и смыслов. Вот осыпается такая, знаете, старая штукатурка, обнажая древние фрески и пустые участки, которые предстоит наполнить новыми сюжетами. Причем сюжетами, гармонирующими с древними укладами, ценностями, смыслами мудрых предков. Вот неспроста и не на пустом месте в мире уже давно отмечен такой неподдельный интерес к этнографическим, историческим, национальным корням своего прошлого. Прежний мир меняется у нас с вами буквально на глазах. Вот если, знаете, апоэтизируя, что ли, происходящее, можно метафорично сказать, что вот змея, кусающая себя за хвост, выползает из старой кожи. И в этот болезненный момент она не может добывать пищу, плохо видит. И вопреки своему обычному беззвучному и плавному передвижению, вынуждена извиваться и цепляться за сухие отжившие сучья и замшелые пни с тем, чтобы освободиться от старой и склевшей кожи, оставив ее на этих отмерших корягах. И уже понятно, что новый мир не предлагает и не предполагает никакой глобализации во главе с мировым правительством, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И что примером абсолютно во всем нам не могут быть ни Китай, ни Америка, ни Европа, ни Азия. Понятно и то, что цивилизация потребления, знаете, до тошноты обожралась и судорожно склонилась над унитазом. Согласитесь, невежливо, да и опасно предлагать ей в этой ситуации найти в себе силы отвернуться от унитаза, сдержать рвотные конвульсии и поглотить еще дюжину огромных блюд сладкого и жира. Вот словом, если бы нынешней проблемы с нашествием на мир полчищ вот этих невидимых невооруженным глазом врагов рода человеческого не было, то подобную проблему надо было бы придумать и осуществить. Вот как бы цинично это ни звучало. И вот нынешняя, ну как мы ее назовем, там, не знаю, эпидемиологическая битва, да, легко склонив свои союзники уже вовсю бушующие войны информационную, идеологическую, экономическую, конечно же, будто сговорились непременно добить, ну не знаю, или взбодрить заигравшихся в яркие фантики беспечных и корыстных людей. И вот вся эта проистекающая, ну буквально на всех ландшафтах битва, согласитесь, все же куда лучше, ну или точнее приемлеме, чем большая война вооруженных до зубов всех со всеми. Война, грозящая вспыхнуть, охватить всю планету, причем по любому поводу, за ресурсы, за смыслы, за религиозные убеждения, за территории, за историческую правду, за власть, за рынок, ну и вообще без видимых причин. Как говорил Портос, помните, я дерусь, потому что дерусь. Вот поскольку другие способы, которые могли бы быстро и кардинально изменить существующее положение в мире, этому миру, увы, попросту либо неизвестны, ну либо неэффективны, поскольку потребуют десятилетий, которых у заколдованного человечества в нынешних условиях уже попросту не осталось. Масштабные технологические катастрофы всегда, всегда, друзья мои, инвентаризируют и мобилизуют все и всех, проявляя и подлинную шкалу ценностей всех вовлеченных в нее и скопом, и каждого в отдельности. Война или даже подготовка к ней всегда своеобразным таким, что ли, бонусом приносит взрывной рост и технологии, и прежде всего медицины, и заботы государства о продовольственной безопасности в расчете исключительно на собственные возможности, и оценку производственных мощностей буквально во всех сферах народного хозяйства. Здесь же, что у нас, здесь же и проверка взаимодействия всех уровней власти, и отработка мобилизационных процессов населения с обнаружением убедительных для современников мотивов. Ну и, конечно же, и новые альянсы, и союзы, основанные уже на реально взаимовыгодных условиях, а не по принуждению или указанию каких-нибудь, не знаю, заокеанских партнеров или за компанию с большинством. Также очень важно вот это отчетливое понимание того, что соседи должны дружить. Вот и неважно, городские это дачники или там сопредельные государства. Согласитесь, вот когда в доме вспыхнул пожар, надежда на помощь по его тушению прежде всего на соседей. Даже уже потому, что от порыва ветра... Ну, как, впрочем, и на большой праздник. В доме непременно зовут соседей, а там не оставляют им лишь права наблюдать за щедрой трапезой из-за плетня. Ну и так далее и тому подобное. Да, уже ближайшее будущее тревожно для многих своей неопределенностью. Но согласитесь, только тогда, когда что-то становится неопределенным, тогда насущные и неумолимые возникает желание там или потребность определения в неопределенном. Вот гром не грянет, мужик не перекрестится. И вносить эту определенность во все сферы нашей жизни нам необходимо в самое-самое ближайшее время, начиная хоть от этого часа. Вот кто раньше других осознает это, а затем с энтузиазмом приступит к строительству нового мира, и лично своего, и нашего общего тела, окажется победителем. Ну а так как новая реальность всегда представляет новые возможности, у нас с вами для реализации этих возможностей, ну вот есть буквально все. Что есть у нас с вами? Огромная территория, вот с этой таблицей Менделеева. Колоссальный опыт начинать все заново, даже с круглого нуля. Есть отчетливое понимание, чего не должно быть в нашей жизни. Там, не знаю, от крайней нищеты и безысходности до показной роскоши и вседозволенности. И что необходимо нам всем в равной мере, как, не знаю, как чистый воздух. А нужны нам, ну с поверхности, каждому. Например, свой надел земли. Большой надел, а не шесть или там даже сто двадцать шесть соток. И чтобы мы никому не платили ни за нее, ни за то, что мы на ней возведем. А развивались по принципу, чем больше возведем, тем больше получим от государства. А наше государство, чтобы всячески стимулировало нас в этой потребности, помогая, обеспечивая там современными энергопроизводящими, аграрными, животноводческими, технологиями, оборудованием, стройматериалами, ну и прочим инструментарием, необходимым для автономии. А еще актуальные темы для нашей огромной территории перечислять можно долго. Знаете, это и по развитию СЛАС, и легкой авиации, и водных путей сообщения, и транспорта на воздушной подушке, там, где нет дорог, а есть лишь направление. СЛОМ – это что? Это новые специальности, новые производства, новые рабочие места. Мы давно исполна заплатили за эту землю и за комфортную жизнь на ней жизнями поколений наших предков. И лишь только тогда это будет действительно наша земля, наша Родина и наше Отечество. Вот согласитесь, случись нам, не дай бог, сражаться. Мы сегодня еще кричать будем. За жилплощадь, за безвиз, за льготное налогообложение, ура! Вот считаю, что подобный пункт, кстати, с декретом о земле, если его еще нет, непременно должен быть отчетливо выделен в Конституции, как один из наиболее главнейших. А главное, друзья мои, мы вот как никто богаты, талантливыми, трудолюбивыми, неравнодушными людьми во всех сферах науки, культуры, спорта, образования, медицины, производства, частного дела. Людьми, мечтающими о достойной, радостной и справедливой жизни, которую мы, дорогие мои соотечественники, заслужили, ну, как никто другой. Ну, а главные инструменты, необходимые нам для достижения наилучшего результата, это, во-первых, что? Государственный суверенитет, за который мы вскоре с вами все непременно проголосуем. Ну и, конечно, здравый смысл. И сознательное, знаете, я бы сказал, сотрудничество наших людей. Причем всех наших со всеми нашими, кем и какими бы мы до этого часа не являлись, где бы и как бы мы не жили. И вот пусть былые даже правомерные, объективные упреки, обвинения, претензии вот станут отныне не таким, знаете, разрушительным инструментом, а соответствующими поправками в чертежи совместного строительства нами, нашего социума. Вот как-то так, да. Ну и что, берегите, пожалуйста, себя и своих близких, и столь же осознанно и трепетно нашу историю, наши традиционные ценности, наш язык, нашу природу и нашу державу. Помогайте чем и как можете нуждающимся в помощи и поддержке. К чему бы еще призвал? Решительно изживайте цинизм, пошлость, агрессию, наветы и сплетни, зависть, ненависть, сквернословие, гламур, навязчивую рекламу. Вот весь этот мусор, занесенный сюда при нашем попустительстве. Оградите себя и свои социальные сети от любых паникеров, провокаторов, предсказателей тотальной тирании, конца света, планового сокращения населения и прочих фейков за авторством полуграмотных бездельников и кликушек. Вот мы ведь всегда и легко могли и можем с вами отличить светлое и доброе от серого и злого. Словом, пришло время большой приборки и таких больших преобразований. И тогда все у всех нас непременно будет хорошо. Вы знаете, вот я все время пытался как-то рассказывать, приводить примеры, но они для многих казались неубедительными. Если мы посмотрим на современный мир, что с ним происходит? Нам все время говорят, надо успеть, надо быстрее, времени ни на что не хватает. На самом деле нам нужно было остановиться очень сильно или как минимум замедлиться. Потому что у нас автомобили, мы октановое число бензина, растачиваем цилиндры, ускоряемся, а в пробках стоим часами. У нас там сотни друзей в аккаунтах, ни одного настоящего рядом. Люди мне пишут письма, как в самоизоляции не убить своих близких. Я говорю, значит, у вас нет близких, раз у вас возникает такая мысль, или вы не являетесь для них вовсе близким. Словом, пора остановиться и осмотреться вообще. Потому что города, конечно же, города, вот эти мегаполисы, ну, зло. Это не зло и добро, когда у тебя маленькая территория, и ты в высоту там строишь или там в цоколь вниз зарываешься. А когда у нас там летишь по семь часов и пусто-пусто-пусто, а нам очень нужны люди, руки, головы, чтобы все это осваивать, то странно на кого-то равняться и думать о чем бы нам заняться, как бы нам занять там население страны, какими видами деятельности, какие новые профессии возникнут уже завтра, возникают уже сегодня. Возникают уже сегодня в связи с Четвертой технической революцией. Вот уже работа или там образование по удаленке, и эту тему надо еще и разминать, и разминать, потому что, ну, сколько мы видим во всех аккаунтах плачущих детей и мам, готовых там к суицидальным действиям по поводу отсутствия квалификации в педагогике и так далее. Для Академии наук такое количество деятельностей, и вот эти альтернативные источники электроэнергии там, и какие-нибудь тепличные хозяйства, и запущенные нами водные пути сообщения, и отсутствие у нас Министерства водных путей сообщения, которое едва ли не главное. Так же, как и Министерство лесного хозяйства, которого тоже нет. И все это, естественно, все нужно возвращать. И вот эти все богатства, вся эта таблица Менделеева, и куча вопросов, ответы на которые сразу дают подсказку. Я, например, не очень понимаю, например, если я экономлю электроэнергию, то где она лежит? Вот эта сэкономленная электроэнергия. Или, например, если газ, достояние наше там, то почему даже у меня, живущего в Подмосковье, этого газа нет? Ну, короче, много простых вопросов, которые на поверхности, но они все время заговариваются и заговариваются какими-то лозунгами. И кто бы ни был глава нашего государства или правительства, никогда, друзья мои, у них не дойдут до этого руки, если мы не займемся этим, засочив рукава. Вот никогда. Поэтому, хочешь ты или не хочешь, это не политика, а это экономика, это социум. Нам нужно этим интересоваться и проявлять свои нужды. Причем государство начинается, конечно же, с семьи. Вот как устроена наша семья, вот так должно быть устроено по требованию этих семей и этих родов, собственно говоря, и это государство. И это касается и отношения к детям. Как мы в семье к детям относимся? И отношения к старшим. Как мы к старшим относимся? Так и государство будет относиться и к детям, и к старшим. Или, например, друзья мои, если мы с вами можем каждые 5, 10, 15 или 20 лет менять жену или мужа. Ну, а что, брал там молодую, или она брала хлопца такого олертного, это что, ну, давай поменяем, если есть такая возможность. Давайте мы будем и главу государства менять, если он нам нравится, если он заслуживает доверия, по его делам, по его авторитету в мире и прочие дела. Если он нам нравится, давайте еще, еще, еще. Не нравится, давайте через полгода будем убирать. Понимаете? Потому что лидер государства, вообще, на самом деле, это же административно-хозяйственная деятельность президента. А нам действительно нужен царь, как бы он ни назывался. Как бы он ни назывался. И когда говорят, знаете, хихикают там из-за бугра, вы себе еще царя выберите, хихихи. А что же вы там с королями и королевами сидите? Хотя, если люди знают альтернативную историю, они помнят только, что царь во все времена был один. А королей и королев было много, потому что это были губернаторы и наместники царя. Вот, словом, начать про это размышлять с опорой на исторические корни, на реальную историю, на, знаете, начать смотреть и видеть, слушать и слышать, да? Потому что мы, правда, сильно заколдованы. Вот во всех русских сказках главная цель, которая стоит перед главным героем, это расколдовать. Того, кто там по пояс заколдован, по колено там, или вообще спит там в хрустальном гробу, или там, не знаю, на печке. Вот расколдоваться. И у нас сейчас есть на это время. Прямо специально. Знаете, я в армии служил, и у меня наставник по рукопашному бою говорил, друзья мои, у вас никогда не будет столько свободного времени, сколько в армии или на флоте. Никогда. Здесь за вас все решают. Подана пресная вода во все умывальники на 5 минут, там, команде умываться. Вплоть до, там, не знаю, справить нужду. Поэтому голова принадлежит вам. Вот сегодня голова принадлежит нам, да? Например, есть такая тема в мире, называется «Демократия шума». Значит, это тема элит. Что это такое? Это когда человек не должен оставаться в тишине. Обязательно он должен говорить по мобильнику, читать что-то в интернете, слушать какие-то произведения, пусть даже примитивные. Словом, постоянно. Вот это «Демократия шума». То есть тишина, достояние элит. И элиты за это борются очень сильно. Чтобы и птичек послушать, и ветер услышать, и капли дождя, вьющие по подоконнику или по крыше. Остаться наедине с собой, как с самым лучшим собеседником. Некоторые боятся одиночества, например. Одиночество, в отличие от невостребованности, надо заслужить очень сильно еще. И так далее. То есть вот мы сегодня получили в награду эту «Демократию шума». То есть мы сегодня имеем возможность воспользоваться этим элитарным свойством. И, например, как практика предлагаю. А вот возьмите и не пользуйтесь, например, электричеством в течение одних суток. Ну что, на рассвете встали, на закате легли. Хотите еще вечером посидеть? Посидите у костра, у камина, у свечки. И там, что у вас есть. Один день не пользуйтесь мобильником, не пользуйтесь компьютером. Это, вы знаете, это такой экспириенс для многих, потрясающий, к которому многие совершенно не готовы. И некоторые понимают вот эту абсолютную неготовность, а некоторые настолько ей очаровываются, что хотят еще и еще подобного образа жизни. Наконец-то возможность поговорить с друзьями, родными, близкими, даже если они находятся, или, вернее, тем более на расстоянии. Поговорить не по делам, а просто поговорить. И многие выясняют, говорить не о чем. Вот не о чем. По делам когда или проблемам, понятно. А как взять и просто о чем вообще говорить? Короче, есть много чему поучиться. Вот предоставилась такая возможность миром, нашей страной. И еще раз хочу сказать вот что. Что повод нашелся. И я нисколько не умоляю и не уменьшаю опасности происходящего. Но на самом деле, главное, эта опасность совершенно другая. И вот эта наименьшая опасность предлагает нам побороться с наибольшим. Наконец-то осмотреться, задуматься, осознаться, обрести здравый смысл во всем. Но взять и написать на листочке, о чем я мечтаю, чего я хочу, что мне не нравится. Это вещи, в общем-то, простые. Знаете, я когда людей спрашиваю на тренингах, семинарах и так далее. Я говорю, вот скажите. Вот мы вначале начали говорить там об особенности русского человека. Я говорю, все мы помним и знаем, как начинается фраза. Русский человек никогда не... Вот продолжите эту фразу. Все, уже никто ничего не знает, что русский человек никогда не, а что русский человек всегда за. Я говорю, ладно бы русский человек. Скажите, продолжите, пожалуйста, фразу. В нашей семье не принято... Все. Ступор, говорит. Надо подумать. Я говорю, а что до этого времени не было подумать, что в нашей семье не принято? В нашем доме принято там, не знаю, одевать тапочки или курить на балконе. А вот в нашей семье что принято, а что не принято? И я уже не говорю, собственно, о человеке, которому... Продлите, пожалуйста, фразу, продолжите. Я не приемлю в своей жизни что? А раз ты это не приемлешь, означает, что ты сам тоже освобожден от этих, не знаю, пороков или привычек, или чертки характера. Словом, вот это и есть здравый смысл. Здравый – это не означает выгодный. Здравый – это означает здоровый, понимаете? Здоровый. Здоровый смысл. А здоровье предполагает естество. Вот тоже хорошая тема. Например, природная среда, она ведь естественная среда. А раз она естественная, она предсказуемая. Мы точно знаем, что в кустыне Сахара на нас не нападет белый медведь, там, не знаю, да, ну и так далее. А вот город – среда искусственная. И как всякая искусственная среда, он непредсказуем. Сегодня вирус, завтра с электроэнергией или с водой что-нибудь случится. Понимаете? И природа, как ханты говорят, спросит, и надо быстро ответить. И городские мегаполисы, города, они, собственно говоря, вот три дня, и все. И вся автономия заканчивается, если нарушаются коммуникации, если власть начинает уже беспокоиться не о других, а о своих родных и близких, что тоже естественно, кстати, и так далее. При этом у нас огромные территории. Реки, озера, горы, луга, долины. Почему мы туда не переезжаем? По целому ряду причин. По законодательному нас никто не разрешит пользоваться этой территорией. И вторая, люди, естественно, скажут, а как насчет школы, а как насчет больницы, а как насчет дорог, а как насчет электричества, а как насчет связи. То есть вы представляете, вот все, что я перечислил, а это можно продолжать перечислять, это же что? Это же занятость, это же профессии, это же рабочие руки, это же экономика. Поэтому нам есть, нам надо обустроить свою жизнь. И проинвентаризировало собственные желания, предпочтения, навыки и возможности посмотреть, что может быть полезным для тебя и других. А что нужно уже приобрести нового? Приобрести новое тоже нам в помощь, Google, что называется. Сегодня можно научиться чему угодно. Чему угодно. От аквариомистики, ландшафтики, игры на музыкальных инструментах, разведения любых животных, ремесел. Я уже не говорю про науки точные и гуманитарные. Ну, когда у нас до этого дошли бы руки? Я как-то на Вятке перевозил мельницу, искал мельницу, чтобы спасти шатровую, сохранившуюся. Ну, и, как вы знаете, перевез и восстановил. Вот мне помогали вятские мужики. И когда, значит, этот восьмерик мельницы со всеми женовами уехал в Москву, мы с ними там, покуривая самокрутки, я к ним обратился, говорю, «Друзья мои, а не приедете ли по весне ко мне, время у вас будет, чтобы помочь мне поднять эту мельницу?» Они молчат и, значит, курят смачно сплевывать. Я второй раз их спросил через квадраты. «Ну так что, время-то будет ко мне приехать?» Опять молчал. Я третий раз о том, что я еще раз оплачу вам дорогу, работу. Мне сейчас важно понять по графикам, будет ли у вас время. Они переглянулись, один другому говорит, «Петр, так что спрашивает-то он? Я не понимал». Я говорю, «Как? Я спрашиваю, время у вас будет?» Они говорят, «Так это, время всегда с нами». Поэтому вот это, когда мы говорим, времени нет, мы же обманываем. Нужно сказать, меня это не интересует. Потому что если тебя что-то интересует, у тебя время для этого найдется, бросить все остальное. Вот нам нашли время. Нам нашли время, чтобы об этом подумать, порассуждать и включиться в инвентаризацию своеобразную своей личной жизни, себя, происходящего вокруг нас. Затем, чтобы с энтузиазмом начать делать то, что нам очень нравится, то, что нам очень хочется, и то, что позволит нам быть и полезными, и выгодными для всех остальных. Ну вот, как-то так. Вопрос несколько такого философского плана. Когда в начале беседы мы говорили о том, что вот есть люди, которые там, ну, что-то пророчат, прогнозируют, какие-то, значит, там, сценарии и все прочее. Это все базируется на определенном, скажем так, да, мировоззрительском пласте, который там связан, ну, с определенными религиозными там течениями. И вот апокалипсис нам не пережить, значит, апокалипсис обязательно произойдет, значит, там, битвы конца там и все прочее. И, значит, вот не очень такой радужный сценарий. Я на самом деле этого не знаю, поэтому я обращаюсь с просьбой к тебе. А в русской исконной, скажем так, культуре вообще есть какие-то представления о конце, да, допустим, там, о конце света? Или они, скажем так, нет? Вот на что людям опираться в своей, скажем так, парадигме в данном случае? Да, 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 я услышал. Ну, конечно, в русской традиции абсолютно во всем, в стихах, песнях, пословицах, поговорках, обрядах и так далее, в знаках и в символах центральными является бесконечность. Бесконечность, да? И по каждому из этих пунктов, конечно же, можно рассказывать и говорить. Раз. Во-вторых, как узнать там, окончена ли твоя миссия на Земле? Если ты жив, она продолжается. Современным языком раскрывая, как бы, эти значения. Это два. Третье. Конец в русской традиции – это всегда начало. Это, вот помните даже, ну, не знаю, даже современные там, хоакейно-мурьеты. Вот почему женщина в русской традиции как бы один из символов смерть, а мужчина – жизнь. Казалось бы, как это женщина смерть, если она рожает все народонаселение? А там такие строчки. Рожайте, рожайте, рожайте детей, бросайте, бросайте в копилку смерти. То есть, не рожденная бессмертно. Вот. Поэтому это трансформации и переходы. И главным примером является Солнце. Она каждые сутки умирает и каждые сутки воскрешает. В другом хронологическом порядке – это времена года. Осенью вся природа умирает, весной она вся воскрешает. Вот это бесконечность этой трансформации. Это основной такой базис, основной фундамент русской традиции. Русская реинкарнация, да, при употреблении нерусского слова называется, «Она тоже в этом». Например, когда у мужчины сидит на коленях его сын, то сын сидит на коленях не только у своего отца. Он сидит на коленях у своего отца, у своего деда, у своего прадеда, у своего прапрадеда. А на коленях у отца сидит не только сын. Сидит его внук и сидит его правнук и праправнук. Это в тот момент, когда отец говорит сыну, дорогой мой, сейчас я впервые, может быть, хочу поговорить с тобой, как отец с сыном, и сказать я тебе хочу то, что мне говорил мой отец, а ему в свое время его дед. Мы, к сожалению, с вами не можем похвастаться подобным сценарием, но мы можем начать этот сценарий воплощать в жизнь. Таким образом, известное или не русское слово, ментальность или русское слово, традиция, передавалось вот таким образом, из устно. Дальше. Мужское семя так и называлось семя. И что ты, значит, из любого семени вырастает плод. Что ты в землю воткнешь, земля, это макошь, она же Мария, она же Богородица в последующем и так далее. И она по образу и подобию, вот ты воткнул семечку огурца, будет огурец, подсолнуха, будет подсолнух. Поэтому твое семя, мужское семя, произрастая плодом в чреве женщины, а оно так и называется и в медицине плод и семя, порождает по образу и подобию ту же самую плоть. И затем семя этой плоти будет передана дальше. Таким образом, вот эта реинкарнация на физическом уровне происходит. И, наконец, на социальном уровне. Когда у тебя есть земля, о которой я сегодня не мог не сказать. Вот как у меня усадьба, Славянский Кремль, кто знает. И у меня же здесь и погост, но только у меня все, ну, как бы пепел, прах, естественно, а не тела. Вот я забирал последы своих внуков с родильного дома. Прикапывал их, сверху ставил камень и вот место. Где твое место, спрашиваю внук. Он говорит, вот, показывай на камень, здесь мое место. А здесь погост, здесь прадедушка. А вот это дерево мы посадили с дедом, а вот это с отцом, а вот это посадили друзья. А вот так вот растет родина. Вот так растет родина на этих самых разных традициях, которые мы даже привносим в нашу жизнь, потому что забыли, нам не было это передано. Вот таким образом ты передаешь место, да, ты передаешь дом, да, ты передаешь традицию и ты передаешь физиологию, ну, органику, что называется, да. И таким образом происходит это бессмертие. И поэтому и фамилию ты носишь, да, своего деда, там, прадеда и так далее. И ведь в русской традиции, например, даже когда молодожены создают союз, то у нас они не создают новую семью, в отличие от Запада. У нас мужчина приводит невесту, свою жену молодую, в свою семью. В свою семью он ее приводит. Они создают, они новую семью. И с этого момента жена будет носить фамилию, значит, отца своего мужа или деда своего мужа и так далее, да. Вот на всех таких историях, собственно говоря, вот таким образом это и передается. Поэтому бесконечность в русской традиции. Лишь есть смена саросов, парадигм, эпох, эр, как бы они ни назывались. И вот сейчас, мы об этом тоже с вами говорили, происходит зримая смена всего со всем. Всего со всем. И она дает нам шанс на основании учета нашего опыта. Не на основании опыта, а на основании учета опыта. Потому что опыт, как неплохо сказал про это Конфуций, это фонарь, висящий у человека на спине, освещающий пройденный им путь. Нам вот впереди путь надо осветить, да. И разумные от народа, и небо политики. Все время об этом говорят, о том, что давайте визуализировать, афирмировать наше будущее. Давайте представим для начала себе, предложим проект друг другу на обсуждение, каким мы хотим видеть нашу Родину и Отечество. Что там не должно быть, мы уже очень хорошо понимаем. А что должно быть, как оно должно быть работать, кто это будет осуществлять. Вот это самые важные и главные вещи. И если у нас с вами есть вот эта проекция на будущее, ну у нас это будущее будет. Мы думаем об этом будущем, мы строим его и для себя, и для детей, и для внуков. Вот куда оптимистичнее. А если все пропало. И вот когда даю интервью по этой теме разной, вот я вижу народ, причем вот когда говорю вот то, что говорю сейчас, народ говорит, слушай, никакой конкретики. Вот взял бы и сказал, значит, нужно купить 2 килограмма 250, ой, 350 грамм гречки. Например, даже когда спрашивают, какие продукты запасать, я говорю, откуда я знаю, вы один, или вдвоем с женой, или у вас там старший есть, или еще младший, а еще у вас кот есть, или у вас там собаки, вы в доме живете или в квартире. Есть у вас средства на деликатесы или нет? Ну как можно взять и сказать 200 грамм того, 100 грамм того? Вот до чего люди разучились, да, находить ответы приемлемые, конкретные и лично для тебя. Они все время ждут каких-то общих команд, при этом все время боятся, что наступит какое-то тоталитарное, значит, государство, ими будут командовать. Уже это происходит, уже это происходит, потому что вы сами просите, а покомандуйте, пожалуйста, а скажите, сколько, чего, где, как и чего. И еще вот вам список, что мне не додадено. Вот наши деды там, кому со списком, что им не додадено ходили, а? Важно еще понимать вот какую историю. Когда в семье появляется чадо, главная забота родителей – это спасти это чадо от самого себя. Чтобы он с балкона не упал, на дорогу не выбежал, там, кипяток не опрокинул на себя, в розетку не залез. Главная задача государства – спасти своих сограждан от собих себя. Чтобы не было там, значит, криминала, наркомании, майданов там и прочих историй. Вот это главная задача государства. И чтобы были еще и специальные структуры, которые защитят и от внешнего врага, и от внутренних беспорядков. И если люди жалуются, что этих так называемых карательных структур становится все больше, как вы думаете, государству выгодно их содержать? Нет, конечно. А почему их становится все больше? Да из-за нас. Если мы можем выпить рюмку и поехать по встречке, значит, нам нужны камеры или гаишники на дорогах. Если мы в магазине самообслуживания можем что-то украсть, значит, нужны камеры, охранники и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, друзья мои, вот все, что происходит, когда мы говорим, государство мне должно... Я и есть государство. Я и есть государство. Начинаешь так думать, так действовать, понимать, так и начинает происходить. И, например, если мы жалуемся на власть, и это стало нарицательным, чиновник стал вообще ругательным, да? То, а кто они-то? Они что, с луны упали, что ли? Потому что, как ты их не меняй, может происходить то же самое. Почему? Потому что систему менять нужно, а не людей. И система тогда, собственно говоря, и выращивает, взращивает и контролирует людей. Вот в советские времена, вспоминайте, например, если ты пацаном хотел покурить где-нибудь там, да? От кого ты прятался? От всех взрослых прятался. Потому что любой взрослый увидит, наваляет, мало не покажется. А сейчас мы детей боимся на улицу из-за кого пускать? Из-за взрослых. То есть была коллективная ответственность. Или там еще раньше какой-нибудь жандарм там, да? Или урядник там сидел на всю область и мух давил. Потому что нечем ему там заниматься было. А если что-то где-то произойдет, на месте все это копой решали. Вот тогда и есть понимание, что это наше государство. И, конечно, деталей всяких проблемных, негативных, парадоксальных очень много. Но кто будет этим заниматься и кто будет их решать? Почему мы все время себя отделяем? Например, врачи хорошие или плохие? Водители хорошие или плохие? Строители хорошие или плохие? Продавцы хорошие? Это мы и есть. И если мы друг друга или травим, или обманываем, ну, ну, при чем тут власти, при чем тут государство? Мы это и делаем. Вот и об этом подумать, да? Это и есть там копа, это и есть традиция, это и есть разум. Разумный – это еще раз не обозначает образованный или интеллигентный. Или вот культура. Культура, вот по моему мнению, если совсем коротко, культура – это система тобой ограничений. И все. Вот как нам говорили наши родители, что ты некультурно там разговариваешь, некультурно ешь, некультурно сидишь. Когда говорят, что культура – это там вот, что на тебе и как надето, одето, какие столовые приборы там, правильно, неправильно, что там в музее висит на стенах. Друзья мои, в музее на стенах висит искусство. За столом – этикет. Значит, что на тебе одето – это мода или там дресс-код. К культуре – это не имеет никакого значения. Культура – это вот те самые коды. Это вот то самое Отечество. У нас была Великая Отечественная война, да, а воевали мы за Родину. Вот чем отличается Родина от Отечества. Потому что Отечество – это и есть культурно-исторические коды наших, русских людей. Давайте их обнаружим. Давайте скажем, какой я, каждый себе, а потом какие мы. А какие мы – такая наша держава. А какая наша держава, то вот такая наша держава, будучи такой, вот чего не может, вот чего может и вот к чему стремится. И тогда мы сможем ее нарисовать. А после этого воплотить и построить. Вот по-другому не получится. И у нас, еще раз говорю, есть на это все. И время, и опыт, и желание есть. Мы с вами там даже на балконе, не знаю, там лучок выращиваем, да, вот эта тяга к земле. Или интерес к традиции, к родноверию, там и так далее. Была аграрная страна 80%. Поэтому какая традиция, если ты живешь в квартире, если ты не отличишь там ворону от ворона, там пепел от золы, чернозем там от суглинка и так далее. Ну, о чем ты говоришь? Мы стали антиприродными существами. А антиприродными – это значит противоестественными. И еще раз говорю, только, почти только у нас есть возможность спуститься на землю. Спуститься на землю в хорошем смысле. Почувствовать эту землю, почву под ногами, что называется. Встав под свое небо. Вот о чем можно сейчас и думать, и мечтать. А не паниковать, и говорить, все пропало, все умрем. И читать, значит, вот эти все фейки, вот этих малограмотных там, как, я не знаю, у меня слова подходящего нет, как их называть. Может быть, я не совсем точно ответил на заданный вопрос. Не-не-не, ответил абсолютно точно, в всяком случае. Но это совпадает и с моим видением, поскольку я все-таки старый, в хорошем смысле этого слова, семей Дагестана. У нас и мысль, разовый, на дизайнерский теннис. Виталий, огромное спасибо. Сейчас Владимира Викторовича спросим, он может вопрос хоть задать какой-то. А то он нас в стороне внимательно слушал. Рядом с Виталием все в стороне. Какие тут вопросы, тут услышанное надо узнать. Виталий, спасибо от имени всех наших слушателей. Аплодисменты. Спасибо. 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 Спасибо.